Нам любые дороги дороги. В Кемерое продолжается борьба с плохим дорожным покрытием. Пух летит, чихать велит. В то время как тополиный пух одним доставляет немало проблем, другие этому явлению очень рады. Войнушка, не забавы ради. В Кемерове открылся областной этап традиционной всероссийской военно-спортивной игры «Победа». На телеканале «Мой город» время новостей. В студии Дмитрий Петин. Здравствуйте. Первый в области пляж для людей с ограниченными возможностями откроется в столице Дня шахтера 2015 года Прокопьевске. На рабочем совещании Аман Тулеев дал соответствующее распоряжение своему заму Анатолию Лазареву и главе Прокопьевска Валерию Гаранину. Необходимо оборудовать пляж, подъезды к нему, спецпарковки и организовать маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья, задействовав социальные такси. Более того, Тулеев отметил, что причины ЧП на водоемах – это купание в опасных и запрещенных местах, недостаточное число оборудованных пляжей – человеческий фактор. Уважаемые главы городов района, выход один. Нам нужно открыть больше мест для купания, цивильных. И там будут специальные посты, там будут пункты оказания медпомощи. И все. Услуги разные. И тогда риск, риск гибели людей уменьшится. Полностью выступление Амана Тулеева по поводу подготовки пляжей к летнему сезону смотрите сразу после выпуска новостей. О плохих дорогах областного центра говорят все. Этим летом в Кузбассе уделяют особое внимание ремонту проезжей части. Так, сегодня в надлежащий вид приведено уже 70% дорожного полотна. Самым масштабным изменением подверглась улица Красноармейская. Полина Егошина узнала, на каких кемеровских дорогах можно проехать с ветерком и где ремонт так и не начинался. Улица Красноармейская ежедневно выдерживает большой поток автомобилей. Недавно она пережила капитальный ремонт. Специалисты уложили верхний слой асфальтобетона, сделали дорожные карманы к остановкам общественного транспорта. Пока одна из главных дорог города сверкает свежим покрытием, кемеровчане с трудом пересекают пешеходный переход. Бордюры разломлены и представляют собой реальную опасность. В то время как молодая мама упорно преодолевает препятствия, рядом на Черняховского вовсю кипит работа. Эта дорога, как и многие в городе, давно нуждалась в реанимации. На минувшей неделе рабочие сняли часть асфальтного покрытия. Это можно заметить по характерной кочке, которая образовалась у пешеходного перехода. Долгое время промежуток улицы Волгоградская, от проспекта Ленина до проспекта Октябрьский, была одной из болевых точек города. Сейчас жители надеются, что вскоре они смогут прокатиться здесь с ветерком. Улица Волгоградская стоит в плане ремонтных работ. Этим летом дорогам уделяют особое внимание. Так уже 70% проезжей части отремонтировано. 99% наших дорог имеют твердое покрытие, из них более 52% асфальт и бетон. И вы должны четко понимать, что как одежда человека, как обувь человека, она нуждается... Грубо говоря, вот к этому надо относиться как к инфраструктуре, которая постоянно работает, постоянно испытывает нагрузки, она нуждается в ремонте. Так на ФПК улица Свободы долгое время словно кричала о помощи своими ямами и кочками. Каждый день по ней проезжают сотни машин, а также маршрутные такси. Этот спальный район города активно застраивался. Поток транспорта автоматически увеличивался. Сейчас проезжая часть приобрела новый вид. Вот только кемеровчане отреагировали на это равнодушно. Были выбоины, ямы, трещины. А сейчас вы как оцениваете? Ну, удовлетворительно. Оно и понятно. Работы у дорожников много. С нетерпением, в своей очереди, ждет проезд от улицы Тухачевского до рынка Дружба. На выходных управление единого заказчика ограничило проезд общественного транспорта в эту сторону. Причина – неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Сегодня движение восстановили. И вот только недовольство жителей осталось прежним. Ну, ямы. Невозможно ездить. Уже столько ресурок и переломов на автобусах. А вы ломались на этой дороге? Ну, здесь я не ломался, но много аварий здесь происходит. Как бы ее надо один раз сделать и забыть про это. А это что, засыпали? Вот сейчас она первую дочь пройдет, и она опять такая же будет. Засыпала дорогу администрация рынка за собственные средства. Да только эта проезжая часть к тому времени дорогу мало напоминала. С одной стороны ямы, с другой – кочки. Насыпь – это временное спасение. При первом дожде все вернется на круги своя. Представители рынка говорят, этот проезд стоит на контроле у городских властей. Вот только сроки капитального ремонта постоянно переносятся. Поскольку изначально глава города отвечал нам, что запланирован ремонт на июнь-июль, теперь последний ответ за подпись Ермакова – июль-август. То есть, ну, мы понимаем, что этот вопрос не решится так быстро. В администрации города нам сообщили, что весной уже были проведены работы по частичному ямочному ремонту. Это временная мера. А вот однослойное асфальтобетонное покрытие дороги появится в июле-августе. Это значит, что горожанам остается только надеяться, что до этого времени дождей в областном центре не будет. Полина Егошина, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Кузбасс воспитывает патриотов. Детские игры «Войну» для сотен мальчишек и девчонок переросли в реальную подготовку к защите Родины. В Кемерове открылся областной этап традиционной всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 14 команд с разных городов и районов Кузбасса собрались в областном центре, чтобы продемонстрировать свои навыки. На торжественном открытии побывала Юлия Мелехова. Ему всего 11, а он уже умеет больше многих взрослых. Маленький Трофим не понаслышке знает, как правильно стрелять, собирать автомат и уже даже металл-гранаты. Он самый младший участник военно-спортивной игры. Его папа полицейский. И Трофим, по его примеру, кажется, уже сегодня готов начать служить Родине. Чтобы никто ее не смог захватить, чтобы никто не нападал, чтобы все хорошо было в стране. Сотни таких же молодых и отважных кузбассовцев собрались в Кемерове. В течение четырех дней им предстоит преодолеть не одно испытание на силу, ловкость и выносливость. Для победы команде нужно набрать максимальное количество очков на каждом из 20 этапов. Команда Чебулинского района к игре готова. Команда Сесульского района к игре готова. Ребята продемонстрируют свои навыки в стрельбе с пневматической винтовки, строевой подготовки, метании гранаты, рукопашном бое. Однако это далеко не все, что должен уметь защитник Отечества. Патриотическое воспитание подразумевает развитие разностороннее. Так что в программе соревнований также вождение автомобиля, творческий конкурс и интеллектуальная викторина. Ребята, они мужчины. Они должны уметь защищать не только страну, но и свою семью, свой дом. Если сегодня молодых людей патриотизм учат взрослые, то раньше уроки давала сама жизнь. Анатолий Терехов до сих пор вспоминает, как 74 года назад, 22 июня, военкоматы хлынул поток стремящихся на фронт. Тогда никто не знал точного значения слова «патриотизм». Все просто слушали свое сердце. Патриотизм – это не просто какое-то неощутимое, ничем не виртуальное какое-то понятие. Ничего подобного. Это понятие Родины, понятие сопричастности каждого человека к общему государственному делу. Победитель областного этапа отправится на Всероссийскую военно-патриотическую игру. А там их ждет еще больше мальчишек и девчонок, готовых в любой момент встать на защиту своей Родины. Такая игра – лишь малая часть того, что делается для военно-патриотического воспитания в нашей области. И это только один из способов передачи новым поколениям славных традиций предков. Как результат, сегодня Кузбасс может гордиться тысячами тех, для кого защита Отечества – любимое дело или яркая мечта. Юлия Мелехова, Константин Червяков. Новости моего города. Для привлечения туристов регионы России выпустят собственные сувенирные духи. В Ростуризме надеются на то, что оригинальная парфюмерная продукция сможет разбавить уже приевшиеся туристам сувениры из России – водку и матрешки. Готовая парфюмерная продукция уже есть у Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи. А над запахом Москвы сейчас работают столичные парфюмеры. Вот что говорит по этому поводу первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В России крайне скудная сувенирная продукция. Как показывает практика, в среднем 40% денег, которые туристы планируют потратить в нашей стране, они увозят назад. Им просто не на что тратить. В связи с этим крайне важно развивать именно сувенирную продукцию для туристов. Тем более у наших регионов есть для этого потенциал. Важно, чтобы каждый запах отражал особенность региона – тот запах, который характерен для территории. Что ж, будем ждать появления парфюмерии с запахом кузбасса. Испанский завтрак для кузбасса. В областной столице открылось производство неизвестных досерий для сибиряков – пончиков. Это стало возможным благодаря программе поддержки предпринимательства. Сегодня для таких инициативных людей есть возможность получить единовременную субсидию в размере от 500 тысяч до миллиона рублей. Какой бизнес востребован сегодня и чего ждать от потребительского рынка в будущем? Антон Ивачев. Эти необычные палочки на самом деле – испанские пончики. Они называются чурос, подаются с горячим шоколадом и сахарной пудрой. Этот рецепт Ольге Левкив передала по наследству ее бабушка-испанка. Вот уже несколько столетий в роду Ольги – это главное семейное блюдо. Масло разогревается до определенной температуры, корочка сразу схватывается и внутрь жир, вот это масло не попадает, они не жирные эти пончики. Для испанцев это вообще традиционный завтрак. Делу всего месяц, а оно уже приносит Ольге стабильный доход. Как раз для таких успешных бизнесменов в Кузбассе разработали специальный грант. 500 тысяч рублей для новичка – деньги приличные, уверены в Центре развития предпринимательства. Чтобы их получить, достаточно прийти в офис, представить свой бизнес-план, заполнить все документы и ждать решения комиссии. В этом году будет достаточно много заявлено тех, кто занимается производством, и в том числе пищевых продуктов. У нас уже были люди, предприниматели, которые изъявляли желание заниматься производством Мерсиро, и они планируют участвовать в грантовой поддержке, так что это будет очень актуально. Сроки подачи заявлений – с 3 по 27 августа. Таким образом, Управление потребительского рынка города Кемерово финансирует начинающих предпринимателей. По сравнению с прошлым годом сумма гранта выросла почти вдвое и сегодня может достигать 1 миллиона рублей, в зависимости от целевой группы. К примеру, если человек является безработным или находится на грани увольнения. Таким в Центре поддержки предпринимательства готовы помочь всеми доступными способами. На этом экране есть вся необходимая и самая свежая информация. Вот новый закон о налоговых каникулах. Был принят только в прошлом месяце. По нему начинающие предприниматели освобождаются от налогов в течение двух лет. Сегодня это одна из самых эффективных форм поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Разъяснить по всем вопросам оформления готовы сотрудники Центра. Прием документов пройдет в администрации города Кемерово. Стоит отметить, что в этом году власти будут выдавать субсидии и действующим бизнесменам. Лучшим проектом возместят затраты на приобретение оборудования и другие издержки. На благо развития города и горожан. Антон Овачев, Антон Скомаровский. Новости моего города. Старейший областной вуз отмечает юбилей. 85-я годовщина со дня основания Сибирского государственного университета. Большое событие для Новокузнецка. В числе торжественных мероприятий открытие студенческого сквера на территории СибГУ. Здесь заасфальтировали дорожки, разбили клумбы, поставили скамейки, установили фонари, а также скульптурную композицию. Автором последней стал знаменитый новокузнецкий архитектор Юрий Журавков. Предполагается, что новый сквер с бесплатной зоной Wi-Fi станет излюбленным местом отдыха молодежи. Принято на юбилей дарить подарки. Вот многотысячная армия выпускников, а их 80 тысяч, они подготовили такой подарок для тех, кто учится сейчас, для студентов. И, конечно, для города это большое благо, потому что те же школьники могут сюда приходить, точно так же уже готовиться к поступлению в этот замечательный древнейший уз, который славен своими традициями. Кемерово лидирует по количеству клещевых укусов. В областном центре зафиксировано около 6 тысяч подобных случаев. Для сравнения, в Новокузнецке к медикам обратилось немногим более 4 тысяч человек. Стоит отметить, что активность клещей в этом году в целом по Кемеровской области значительно выше, чем в прошлом. На данный момент в регионе зафиксировали более 26 тысяч укусов, что на 8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Медики напоминают об опасности заражения вирусом и другими заболеваниями, которые передаются во время присасывания клещей. Невакцинированным рекомендуется использовать специальные средства защиты. В первую очередь, во время похода в лес нужно правильно одеваться, застегиваться на все пуговицы, закрывать шею и голову. Тополиный пух, жара, июнь аллергия. Уже месяц город находится под белым ковром, и пока одни ходят по врачам и аптекам, другие находят для пуха самое необычное применение. Валерия Зуева узнала, как он может помочь кемеровчанам. Какое лето без тополиного пуха? В этом году он застилает не только кемеровские улицы, но и глаза горожан. Когда начинается тополино-снегопад, Аксинья Бачурина старается как можно меньше гулять на улице и не открывает окна в доме. Тополины пух вызывают у нее аллергию. Девушка признается, что даже если выпить супрастин, то лицо все равно чешется. Да и спасаться от пуха ей тяжело. Ну просто дело в том, что я с севера сама, у нас там тополи не водятся в принципе. И аллергию я обнаружила у себя только тогда, когда приехала в Кемерово поступать. И как оказалось, что очень-очень сложно бороться с этим, потому что пух может попасть в глаза. Из-за этого нельзя не краситься, потому что растечется тогда все. Специалисты уверяют, что сам тополиный пух не вызывает аллергии. Он абсорбент, то есть переносит пыльцу растений, цветущих одновременно с ним. Но аллергикам от этого не легче. И пока они ведут войну с летним снегом, находятся творческие люди, которым эта ситуация только на руку. Они создают из него поделки, картины и игрушки. И как оказалось, вариантов применения очень много. Например, фотограф Александра Овчинникова каждое лето проводит фотосессии с тополиным пухом. И в этом деле требуется недюжинное мастерство. Самое сложное – поймать момент и сделать хороший кадр. Тополиный пух создает легкость, мягкость. Он все время кружится, играет на фоне. Можно создать красивый фон, и при этом можно обыграть его, как, например, красивый букет. Если возьмешь фотоаппарат впервые в руки, ты навряд ли сможешь красивые снимки сделать с тополиным пухом. Для этого нужно уже какое-то определенное мастерство. Фотосессия прошла быстро и легко. Фотограф доволен моделью, а модель – сделанными фотографиями. Это только на первый взгляд тополь – обычное растение. И только на первый взгляд от него лишь одни неприятности. Талантливые рукодельники делают из тополиного пуха настоящее произведение искусства. Мы тоже попробовали сделать небольшого снеговика, но, увы, у нас не получилось. В общем, ко всему нужно подходить творчески. И тогда даже тополиный пух будет вам в радость. Валерия Зуева, Кирилл Попов, Антон Скомаровский. Новости моего города. Зафиксировали превышение скорости и растянули Лиану. Инспекторы Беловской ГИБДД провели экскурсию для ребят из пришкольных лагерей. Встреча началась на улице. Именно там дети смогли собственноручно потрогать и изучить инвентарь, который находится на вооружении дорожной полиции. В том числе и прибор, который называется КРИС-П. С помощью него можно зафиксировать самое часто встречаемое нарушение – быстрая езда. Кроме того, прошел конкурс рисунков на асфальте на тему безопасности. Также ребятам показали учебный фильм о том, как правильно вести себя на дороге. Но больше всего им понравилось то, что они сами могли почувствовать себя сотрудниками ГИБДД. О системе, позволяющей автоматически заделывать трещины в бетоне, узнаете во второй части выпуска. И вот что еще вас ждет. На других посмотреть и себя показать. В Новокузнецк съехали звезды мирового хоккея. Домой не с пустыми руками. Кузбасские чемпионы вернулись с первых европейских игр. 105 боксеров с разных уголков Сибири начали борьбу за звание лучшего. В Кемерове стартовал второй этап летней спартакиады учащихся России по боксу среди юниоров и юниорок на призы Юрия Арбачакова. Участникам еще нет и 18, и эти соревнования могут стать для них серьезным шагом к будущей карьере в профессиональном спорте. Напомню, Юрий Арбачаков первый в истории России чемпион мира по боксу среди профессионалов. Именитый спортсмен стал супервайзером проекта на телеканале «Мой город» «Шоубой». Каждый четверг в эфире канала команды с четырех городов области выясняют, какая школа бокса в Кузбассе самая сильная. Это для них хороший такой толчок в их спортивной карьере. Потому что идет потом юниоры, а потом уже идет взрослый бокс. И они уже будут на примете у старшего тренера сборной страны. В парке Жуково метали молнии. В рамках празднования Дня молодежи прошел спортивно-экологический квест «Олимпийские игры». Темой соревнований стала страна-прародительница Олимпиады – Древняя Греция. Организаторы подготовили для собравшихся экологическую викторину, а также различные испытания. Гонки на колесницах, метание молниями, почта Гермеса – мифы Древней Греции. Ребята признаются, что квест предоставил возможность не только хорошо провести время и узнать о некоторых проблемах экологии, но и устранить пробелы в знаниях мифов. Главная цель – это приобщить молодых людей к процессу борьбы с нарушениями в экологической среде через игровую форму. Поразить жюри за 60 секунд в центре творчества Заводского района прошла детская минута славы. Номера не хуже, чем на всероссийском одноименном конкурсе. 24 участника в возрасте от 8 до 14 лет показали себя в четырех номинациях – вокал, хореография, оригинальные инструментальные жанры. Летний конкурс талантов уже стал традицией. Центр творчества проводит его третий год подряд. И с каждым разом все больше юных дарований пытается удивить искушенное жюри. Дети вообще любят в чем-нибудь участвовать, творчество как бы. Но нравится им петь, плясать, танцевать. Что еще делать летом в каникулы? Звезды мирового хоккея собрались в южной столице Кузбасса. В межсезонье на малорядовой арене Новокузнецка можно встретить Сергея Бобровского или Дмитрия Орлова, которые играют в НХЛ и защищают цвета российской сборной. Воспитанники «Металлурга» каждый год возвращаются на родину, чтобы поделиться своим опытом. Впрочем, на этот раз здесь же тренируются игроки из разных клубов континентальной хоккейной лиги, например, Илья Сорокин и Иван Налимов. Какой интерес преследуют бывшие столевары, расскажет Елизавета Черняк. До недавних пор ни один новокузнечанин не знал, кто такой Инн Кларк. Зато тренер вратарей клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» хорошо знаком с южной столицей Кузбасса. Разумеется, благодаря местному воспитаннику, лучшему голкиперу мира 2014 года Сергею Бобровскому. Каждый год он возвращается на малую родину, чтобы поделиться опытом с подрастающим поколением хоккеистов. В этот раз не один, а в компании своего наставника. Помимо стандартных занятий, Инн Кларк проведет семинар с тренерами спортивной школы «Металлург». У меня был похожий опыт в Северной Америке. Могу сказать, что мне очень интересно работать с молодыми ребятами, потому что можно сказать, что это следующее поколение голкиперов. И для меня, как для тренера, это довольно интересно. Юным голкиперам «Металлурга» есть на кого равняться. Они могут со стороны наблюдать за игрой прославленного Бобровского или Варламова. Но занятия с наставниками чемпионов ценны вдвойне. Во время тренировок игроки могут перенять какие-то детали, элементы и вратарские нюансы, которые невозможно разглядеть по телевизору. Такая перспектива привлекает не только юных спортсменов, но и нынешних игроков КХЛ. К примеру, Илья Сорокин играет за ЦСКА, Иван Налимов защищает ворота «Адмирала». Но сейчас они оба тренируются в Новокузнецке. Это значит, что двери хоккейного клуба «Металлург» всегда открыты для местных воспитанников. На самом деле это очень полезно для всех, для воспитанников, для молодых, для нас. Это люди из «Океана», из «Инхэла». Поэтому у них нужно учиться, перенимать. Поэтому за это можно сказать спасибо руководству клуба, что они идут на встречу. Инкларк отметил за игрой Сорокина, и Налимова будет следить особенно тщательно. В прошлом году они в числе 13 российских хоккеистов были выбраны североамериканскими клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэк Хокс». Также не исключено, что и в этот раз кто-то из ребят особенно запомнится тренеру. Возможно, в будущем по рекомендации опытного наставника Национальной хоккейной лиги очередной новокузнечанин получит дополнительный шанс попасть в НХЛ через драфт. Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. Чемпионы из Кузбасса вернулись домой. Диана Борисова и Никита Игнатьев прилетели из Баку в Кемерово. Они представляли страну и наш регион на первых европейских играх. Девушка завоевала золотую медаль по художественной гимнастике, а атлет из Ленинска-Кузнецкого привез на родину серебро. Соревнование в Азербайджане закончится 28 июня. Всего будет разыграно 253 комплекта медалей в 20 видах спорта. Приятно, что три медали уехали именно в Кемеровскую область. Сборная России по художественной гимнастике, в составе которой выступала Диана, завоевала два золота в групповых упражнениях с пятью лентами. На этом у меня все. Далее вас ждет Георгий Демин и его рубрика «Тем временем», где он расскажет, как бороться с трещинами в бетоне. Оставайтесь с нами и до встречи на телеканале «Мой город». Здравствуйте! Тем временем блогеров удивляет самовосстанавливающийся бетон. Бетон используется в качестве строительного материала уже более 6000 лет, со времен древней Месопотамии. И до сих пор он самый популярный строительный материал, позволяющий быстро возводить здания. Недостаток один. Со временем в бетоне появляются трещины, а когда в них проникает вода, стальная арматура ржавеет, и конструкция теряет прочность. А зимой, замерзая в трещинах, вода расширяет их и ускоряет процесс износа. Ремонт бетонных строений дело хлопотное и дорогостоящее. А сооружение, находящееся, например, под водой, вообще очень сложно или невозможно отремонтировать. Голландский микробиолог Хэнк Джонкерс из Сделтского технического университета разработал систему, позволяющую автоматически заделывать трещины в бетоне. При изготовлении в качестве одного из ингредиентов материала используют капсулы, содержащие бактерии и питательные вещества. Джонкерс обратился к бактериям рода бацилл, которые могут существовать в щелочной среде, а их споры десятилетиями выживают без еды и воды. Оставалось только обеспечить их питанием. После долгих поисков было решено использовать лактооткальция и заключить бактерии вместе с едой в капсулы из биоразлагаемого пластика. В обычном состоянии бактерии неактивны. После того, как в бетоне появляется трещина, поступающая внутрь вода растворяет капсулы и вызывает бактерии к жизни, и они в процессе жизнедеятельности вырабатывают известняк, который и цементирует трещины. Оказывается, бациллы могут быть и полезными. Это изобретение открывает новую страницу в строительстве, позволяя строить здания, мосты и другие сооружения, которые будут стоить дешевле, потребуют в разы меньше ремонта и прослужат гораздо дольше. Тем временем оставайтесь с нами. Смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok